Сказки мальчика Чиба Передача вторая. Шоколёнок и крокодил. Здравствуй, Чиб! Здравствуй! Здравствуйте! Мы пришли послушать твои сказки. Ты обещал нам, помнишь? А что вы с собой захватили? Всё, всё, Чиб! Вот два собственных уха и как можно больше внимания. Лилак, а где твои уши? Вот они, Чиб. У меня длинные волосы, и поэтому их не видно. Волосы можно носить покороче, Лилак. А вот ум не мешает иметь подлиннее. А почему вы явились сегодня без моего Зова? Нет, потому что мы хотим... Приходить надо тогда, когда я поднимаюсь вот на эту крышу и начинаю. Эй, вы, мальчики и девочки! Все, кому от зноя не спится, кто хочет в мир чудес переселиться, Приходите сюда поскорей! Я, мальчик Чиб, лучший в округе рассказчик! Приглашаю всех вас послушать волшебные сказки джунглей! Ах, Чиб, мы не смогли дождаться твоего Зова. Мы хотели узнать про Шакалёнка. И про добрую газель. Да, и про болтливого попугая, который всё время ссорился с черепахой. Чиб, а что же было дальше с маленьким Шакалёнком? Его убьют, да, Чиб? Ну, не каркай, черепаха. Глупый, разве черепаха каркает? Чиб, скажи ему, пожалуйста, чтобы он больше не называл меня черепахой. А ты постарайся больше не быть на неё похожей. Ну, ладно, мы вот с вами смеёмся, а наш Шакалёнок уже изрядно проголодался. Шакалёнок проголодался? Так он же получил сто крабов, когда победил льва. А, лилак, попробуй-ка стать Шакалёнком. А тогда мы посмотрим, надолго ли тебе хватит сто крабов. Тихо, тихо. Сказка уже началась. Шакалёнок Шакалёнок Милы – бывший, хороший, синхасых, жирных и больших. Но тому, кто долго спит, Кто ленится, не удастся краба съесть Вот так если будешь спать Тебе краба не поймать Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла И почему я тогда попросил так мало крабов Некоторые думают, наверное, что сто крабов – это очень много. Но так могут думать только те, которые вообще никогда не ели живых крабов. Как есть хочется. Ого, вижу, жирный, великолепный краб. И еще один, и еще. Осторожней, шоколенок, не спугни их, осторожней. Опусти-ка свой хвост, крабы уцепятся за него. Тише, тише. Хвост шоколенка попал прямо в разинутую пасть крокодила. Старый и хитрый зверь уже давно наблюдал за ним, зарывшись в тину. Он сейчас меня стащит в воду, и тогда я пропал навеки. Что делать? Что делать? О-о-о, больно! О-о-о, как больно мне! Ой, как мне больно! Ой, я не дамся тебе, хитрый крокодил. Еще посмотрим, кто из нас хитрее. Сейчас посмотрим. Ловко, ловко, пощадный крокодил. Неплохой корешок вам попался. Вы, может, думаете, что это мой хвост? Приятного аппетита! Старому крокодилу утина залепила глаза. Тростник, который рос в воде, мешал ему хорошо видеть шоколенка. И крокодил разжал пасть. Какая досада. Я ведь в самом деле думал, что у меня в зубах хвост шоколенка. А шоколенок тут, как тут, да еще смеется надо мной. Мудрец, мудрец, крокодил, что ей говорить? Спасибо, что отпустил. Берегись, наглый шоколенок. Ты мне еще попадешься. Не достался на завтрак, так достанешься на обед. Я хитрый крокодил, Я зарылся в черный ил. В шоколенок не уйдешь, Ты теперь попался, Съем тебя я на обед, Чтоб не зазнавался. Я хитрый крокодил, Я зарылся в черный ил. И крокодил еще глубже, чем раньше, Зарылся в тину. Он знал, что голодный шоколенок обязательно вернется. И действительно, около полудня шоколенок появился у реки. Но теперь он уже решил действовать более осторожно. Осторожно. А ну-ка, проверь, у нее здесь ли мой друг крокодил. Ха, странное дело. Обыкновенно придешь к реке и видишь, Как эти маленькие крабики высовываются из-под тины. А сегодня что-то ни одного не видно. Теперь я его поймаю. Высунок и кончик носа из воды. А шоколенок примет майонез за жирного краба. Так, так. Чип, крокодил съест шоколенка. Тише ты. Краб! Сейчас я его накрою своей лапкой. Вот. Ой. Ну, какой странный краб. А, пащенный крокодил. Ничего не выйдет. Я еще могу отличить настоящего жирного краба от твоего противного носа. Вот и оставайся с носом. Ах, перехитрите меня, старого крокодила. Днем и ночью буду тебя караулить вдоль всего берега. Карауль сколько хочешь. Только пока ты живешь в реке, я сюда ходить не буду. Пойду-ка я лучше в джунгли и смоку собирать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ушел в джунгли. Смок вами питаться. Пойду я за ним в джунгли. В джунглях в этот жаркий час было тихо. Кое-где перекликались скворцы с жёлтыми серёжками на головах. Полосатые пальмовые белочки прыгали среди ветвей. Две мартышки, увидав шоколёнка, помчались за ним, бросая в него орех. А коварный крокодил не отставал. Он знал, куда бежит шоколёнок и выбрал более короткую дорогу. Ух, какое огромное дерево! К такому дереву шоколёнок обязательно придёт. Сейчас натрясу побольше смоквы, соберу в кучу. Идёт! Надо быстрее! Быстрее так! А теперь заберусь туда и замру! О, вот это дерево! Ох, и наёмся же я сейчас! Посмотрите, какая куча плодов для меня приготовлена! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Но кто бы мог её сгрести? И зачем? Проверю! Фу-фу-фу! Какая куча негодных плодов! Обыкновенно, когда спелые и сочные плоды падают с дерева, они катятся в разные стороны по ветру, а эти лежат себе смирно. Значит, они сухие или гнилые. Фу-фу-фу-фу! Их даже не стоит трогать! Ну и подозрительный же этот шоколёнок. Надо смоквы немного подтолкнуть. Они покатятся, и тогда он подойдёт и начнёт их есть. А-а-а! Очень благодарю тебя, пощенный крокодил, за твою предупредительность! Ха-ха-ха! Право же мне и в голову не могло прийти! Ты так здорово запрятался! Ха-ха-ха! Гадкий шоколёнок! Твоё счастье, что я ползу, да не могу тебя догнать! Но клянусь именем моего дедушки-крокодила, что я рассчитаюсь с тобой! Я, бедный крокодил, шоколёнка упустил, Да чего ж мне не везёт, что теперь мне делать, Как его мне изловить, вкусно пообедать! А я, бедный крокодил, О-о-о! Шоколёнка упустил! На следующее утро в конец разгневанный крокодил дотащился до норы шоколёнка. Увидел, что там никого нет и забрался в неё. Прошло несколько томительных для крокодила часов. А для шоколёнка это были счастливые часы, Потому что он успел без всякой опаски наловить и поесть таких крабов, Какие иномы во сне не приснятся. Хе-хе-хе! Мой друг крокодил наконец понял, Что с шоколёнком лучше не связываться. Ух, и наелся же я. Хе-хе-хе! Сейчас заберусь в нору и лягу поспать. А почему это возле моего дома земля утоптана? Будто что-то тяжёлое проползло по ней. И комья валяются по обе стороны. Уж не пролез ли в мою нору какой-нибудь незваный гость? Нет, не войду, пока не разузнаю хорошенько в чём дело. Надо что-нибудь придумать. Ну что, когда я сыт, мне так трудно думать. Что же придумал? А, придумал! Домик мой домик, славный мой домик! Ты всегда меня приветствуешь, когда у нас всё благополучно. Почему же ты молчишь? Что случилось? Если так, то лучше отозваться. Пусть вообразит, что всё в порядке. А как отозваться? Я же не знаю, каким голосом разговаривает этот домик. Тьфу, это нора! Привет тебе, дорогой хозяин! Всё в порядке! Ох, опять это чудовище! Надо с ним разделаться. Эй, спасибо, домик мой родной! Приятно слышать твой милый голосочек. Сейчас иду. Только закрою я тебя, домик, на запор и пойду соберу хворосту для печки. Ну, почтенный крокодил, сейчас мы с тобой поговорим. Только для этого разговора надо... Ух, как много хворосту! Сумею ли я один собрать столько? Здравствуй, 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 шоколёнок! Здравствуй, попугай! Ой-ой-ой, зачем ты собираешь столько хвороста? Мне ещё больше надо собрать! И очень быстро! От этого зависит моя жизнь! От подобных слов мои несчастные крылья опускаются и немеют. Шоколёнок, я позову тебе на помощь черепаху и газель! Бедная сиротка-газель! Черепаха приютил её и теперь всё время ездит на ней! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ой-яй-яй-яй-яй-яй! Я разболтался, а твоя жизнь в опасности! Лечу, лечу! Черепаха, черепаха, газель, скорей, скорей! Лёгок на помине, чего тебе надо? Во-первых, черепаха, ничего тебе надо, а чего вам надо? Довольно, болтун! А во-вторых, черепаха, мне лично от вас, лично, ничего не надо, а надо помочь шоколёнку! Шоколёнку? Да-да-да-да, шоколёнку! Дорогая газель, что с тобой? Ты даже переменилась в лице? Я? Я ничего! Подумай, шоколёнок! Вы простите меня, черепаха, простите, но я должна помочь ему! Газель, газель, вернись! Здравствуй, шоколёнок! Здравствуй, газель! Кто за тобой гнался? Никто за мной не гнался! А зачем ты так бежала, газель? Это я бежала к тебе, шоколёнок! Попугай сказал, что тебе надо помочь! Да, то есть нет, не надо, я сам! Ну, хорошо, возьми вот эту маленькую охапку! Мы сейчас этим хворостом обложим мою нору! Зачем? Вот посмотришь! Шоколёнок поджёг хворост, сухие сучья затрещали и густой едкий дым наполнил нору! А-а-а! Спасите! Спасите! Шоколёнок, что ты делаешь? Всё в порядке, дорогой домик! Я не домик, я крокодил! Крокодил? Он! Теперь ты всё поняла! Он же сгорит! И пускай сгорит! Как ведь пускай сгорит? Спасите! Спаси меня, газель! Газель, газель, не выпускай его! Нет, я его выпущу! А-а-а! 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 Спасибо, добрый газель! А-а-а! Будьте здоровы! Ой, не до здоровья! Мне бы только уцелеть! Уползки! А-а-а! А-а-а! Здорово! Я его проучил! А-а-а! А-а-а! Газель, газель, ты вся перепачкалась! Но тебе лица нет! Ужас какой! Ой-ой-ой! А кто это здесь так ужасно чихал? Может быть, я ошибся? Но мне показалось, что это был крокодил! Да-да, крокодил! И он больше не вернётся в джунгли! А теперь я ухожу! За третьей горой есть большая река! А там, по слухам, много крабов! Пойду туда! Не пропадай совсем! Газель, слёзы! Сейчас же вытри их! Прощай, шоколёнок! Прощай, газель! Мы ещё встретимся! А вы, почтенный черепаха, не очень на ней ездите! Прощай, шоколёнок! Прощайте! В джунглях весело живётся! Всюду в реках крабы есть! Ла-ла-ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла... Чип, сказка кончилась! Кончилось. А что было дальше с Шакалёнком? Ты нам расскажешь, Чип? Расскажу в следующий раз. А сейчас возвращайтесь домой. До свидания, Чип. До свидания. Спасибо, Чип. Мы будем ждать твоего зона. Только позови нас поскорее, Чип. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры.